Гонки киберавтомобилей, робосумо и состязания на самый умный механизм. В Крыму подходят к концу первые муниципальные соревнования по роботехнике. Проходят они на базе Симферопольской школы номер 33, а их инициатором выступило Управление образования администрации города. Там считают, мероприятие не только поможет талантливым ребятам раскрыть потенциал, но и внести свой вклад в развитие инновационных технологий. Иван Орехов волнуется, его робот будет впервые участвовать на соревнованиях. И не в каких-нибудь, а в настоящей борьбе с умо. Задача киберспортсмена – вытолкнуть своего соперника за пределы ринга. Плоды труда не прошли даром. Робот с легкостью справляется с поставленной задачей. Школьник рассказывает, собирал конструктор несколько недель и наделил его качествами настоящего бойца. Он может выполнять различные маневры, атаковать. Я придумала все сам. Вот это датчик ультразвук. Это ультразвук. Он видит до 225 сантиметров. В программе прописано, что если он видит менее 40, то тогда он едет на соперника. Этот робот на гусеничном ходу для большего сцепления. Также используется два мотора «Хева-3», ультразвук. Вот кнопка старта, блок, на котором я все программирую. А это уже площадка-траектория. Здесь проходят гонки киберавтомобилей. Машины проверяют не только на скорость, но и на маневренность. Дорога извилистая, не каждому удается дойти до финиша. Видите, он ездит по линии почти без остановок. Разве что на повороте только так делает. То есть в том-то и дело. Программа сделана так, чтобы он ехал быстро, и из-за этого у него скорость уменьшается. И поэтому на поворотах он такой медленный. Преимущество этих роботов – не скорость, а интеллект. Без труда не могут пройти запутанный лабиринт, обойти препятствия и даже расставить разноцветные баночки по местам. Называется робот-сортировщик. Он сортирует разные предметы по цвету и сортирует их по складам. И определяет их не цвет. Он определяет их по цвету тремя светодатчиками. Никита рассказывает, его конструктор может стать прототипом настоящей машины, например, для сортировки товара на базах. Вообще идей, как упростить жизнь человечеству, здесь было много. Начинающие инженеры старались собрать не только интересные модели роботов, но и практичные. Все участники соревнований получили грамоты, а победителей наградили дипломами и подарками от спонсоров. Ольга Савенко, Александр Чукалов. Время новостей.